Здравствуйте! Мы ведем наш репортаж со двора муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 32 городского округа Подольск Здесь 17 сентября 2016 года был посажен ДУК в честь техника 177-го Московского истребительного полка противовоздушной обороны Участника Великой Отечественной войны Толстухина Александра Ивановича В этом году семья Толстухиных Людмила Степановна и Юрия Александрович предложили посадить дерево, молодой дубок, выращенный из желудя специально для посадки на территории школы В честь своего отца Александра Ивановича Толстухина, техника 177-го истребительного авиаполка На празднике День знаний в школьный музей была подарена капсула с землей, привезенной советом ветеранов из Брестской крепости и цветочная клумба в виде звезды Так родилась идея создания аллеи памяти, соединения в клумбе звезды земли с мест сражений и посадки именных деревьев в честь 177-го истребительного авиационного московского полка Сажая и взращивая аллею памяти, дети будут укреплять память об уже расформированном полке и героическом прошлом Подольской земли и России В митинге участвовало более 100 обучающихся, актив музея, кадетские классы, обучающиеся детских объединений, школьный военный патриотический клуб «Доблесть поколений», педагоги, ветераны вооруженных сил и родственники летчиков и техников 177-го истребительного авиационного московского полка Сын техника авиаполка Толстухин Юрий Александрович Сын летчика ведомого Виктора Таларихина, ветеран противовоздушной обороны, подполковник запаса Владимир Александрович Печеневский Бабакова Ирина Александровна, заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций и информационной политики Патрушев Евгений Викторович, руководитель территориального отдела городского округа Кузнечики Главный редактор газеты «Подольский рабочий» Толстухина Людмила Степановна Журналист газеты «Подольский рабочий» Широкая Наталья Геннадьевна Кучер Владимир Павлович, ответственный секретарь, заместитель руководителя Подольского совета ветеранов Мы гордимся тем, что наша школа построена на таком памятном месте Мы изучаем боевой путь этого забытого авиационного полка и пытаемся донести до нашего поколения Великое значение ратного подвига, который совершался здесь, на этих рубежах обороны страны Репортаж из 32-й школы вели Марчакина Полина и Демченко Александра